МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости региона на канале ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении нового профессионального праздника Дня кораблестроителя. Его будут отмечать 29 июня. Руку к образованию праздника приложили и корабелы Северодвинска. Впервые этот вопрос обсуждался в 2010 году на съезде Международной ассоциации Организации ветеранов военно-морского флота и подводников. Дата выбрана не случайно. Именно 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орел». Согласно заключению Российского исторического общества, это был первый российский корабль, построенный по госзаказу. И в 2017-м исполняется 350 лет со дня издания этого указа. Другим темам дворовый переворот. Именно такое название получила одна из секций межрегиональной практической конференции «Зеленая одежда для городов севера», которая проходит в Котласе. Во дворе дома на улице Кузнецова прошла встреча жителей, участников конференции и гуру урбанизации Святослава Мурунова. Продолжит выпуск материал наших коллег из Котласа. Двор – это первое городское общественное пространство. Площадка для взаимодействия с соседями, решения конфликтов и проявления инициатив. Вот только спроектировать удобное для каждого дворовое пространство самим жителям не всегда под силу. Проблема номер один благоустройства дворов – это, конечно, недостаток финансирования и малоинициативных групп, которые готовы заниматься именно своими силами без какого-то дополнительного финансирования, благоустройства. Однако отсутствие финансирования – не единственная проблема. Для создания комфортного двора необходимо выявить потребности жителей. Социальное расслоение оказывает колоссальное воздействие на наполняемость проекта. Поэтому современных горожан и учат мыслить сценариями. У каждого жителя есть свой сценарий жизни в этом дворе. Кто-то приходит сюда, чтобы погулять с ребенком. Кто-то приходит сюда, чтобы просто поставить машину. Кто-то хочет позаниматься спортом. Кто-то хочет выглянуть свою собачку замечательно. И получается, дизайн-проект двора, он организовывает так пространство двора, чтобы всем этим участникам стало удобно и комфортно сосуществовать вместе. Множество сценариев есть и у жителей ТОСа Адмирал Кузнецов. Он был признан один из самых активных в городе. Этот большой двор объединяет жителей четырех домов. Хотелось бы просто объединить все это дело. Всех жителей сделать что-то двор общий. И, соответственно, хотелось, чтобы жители подружились, познакомились друг с другом. И во дворе уже было чисто, красиво. И места зонированы уже. Собрать информацию о потребностях – первая ступень создания проекта. Составляя дизайн, квалифицированные социальные инженеры не забывают об особой наполненности. У северных дворов она своя. Дворы должны быть уникальными. В том плане, что они должны соответствовать климату, культуре и возможностям жителей, которые в этих дворах проживают. Словом говоря, дворы должны быть не похожи друг на друга. Поэтому их нужно сейчас заново учиться проектировать. Ну и, соответственно, если это дворы северных городов, то они должны еще и культуру транслировать именно с севера. Проект «Варана Кузнецова-4А» будет реализован совместными силами администрации Котласа, Центром городского дизайна «Август», независимыми партнерами и самими жителями. Именно таким расширенным составом можно и нужно создавать двор, комфортный для всех. А сейчас в Северодвинск, там дорожники укладывают новый асфальт на внутриквартальных проездах. Всего в списке 45 объектов стоимость всех работ 25 миллионов рублей. Сегодня уже завершено асфальтирование трех проездов, но есть замечания к подрядчику, которые он будет устранять за свой счет. На Советском Северодвинске очень плохая дорога, а тут на бульваре строителей 23 очень хорошая теперь дорога. И мы можем теперь кататься с друзьями на роликах по этой дороге. Жители близлежащих домов просят подлатать дорогу и в их дворах. Однако перечень дворовых территорий уже определён. Чтобы попасть в список на следующий год, жителям можно обратиться с предложением к коммунальщикам. Если в ямке, то надо застойкировать. Я за. Если такое сделают. У нас ремонт делали, но что-то все равно еще в ямке там есть. И тротуар у нас весь какой-то разбитый такой, не очень. Надо будет тротуар застойкировать. На объектах заняты более 30 рабочих, порядка 20 единиц техники. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 30 сентября. В Архангельской епархии подвели промежуточные итоги археологических работ на юге области. В Коряжме идут поиски останков преподобного Лонгина Коряжемского, духовного наследника самого Сергия Радонежского. Епархия проводит разведку на территории бывшего Коряжемско-Николаевского монастыря. С всего комплекса, допустим, раскапывать это не обязательно. Но хотя бы тот угол, северо-восточный угол, где обнаружены объекты, похожие на захоронение. Я сейчас не говорю, что это захоронение, я говорю про объекты, похожие на захоронение. Если поиски окажутся удачными, то это будет первый успешный опыт взаимодействия государства и церкви. Очень важно разработать модель взаимодействия общества в лице научных каких-то деятелей и со стороны церкви для изучения таких мест наших святынь. В Новодвинске заработали лагеря дневного пребывания. Для учеников, чьи семьи не выезжают за город, лучшим вариантом из года в год становится пришкольная площадка. В Новодвинской гимназии пришкольный лагерь называется символически «Дружба». Здесь занимаются 50 мальчишек и девчонок. Очень насыщенные дни мероприятий, очень много. Мы ходим, гуляем, мы сотрудничаем с Дворцом культуры, также детским домом творчества. У каждого отряда своя зона, скажем так, игровая. Мы проводим время в своих отрядах после прогулок, после мероприятий. Здесь ребятки общаются, рисуют. В моем отряде очень много моих одноклассников, очень много можно пообщаться с ними. И также мы играем в разные настольные игры. Если я в лагерь не ходил, я бы скучал дома и сидел, не веселился, не гулял, не играл с друзьями в футбол. Площадку ученики начальных классов в гимназии будут посещать до конца июня. Мы продолжим знакомить вас с новостями регионов. 16 часов на канале ПС. Жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова